здравствуйте с вами александр на дворе дождливая погода а я в своем многофункциональном помещении а-ля теплица а-ля вегетарией а-ля гараж а-ля а-ля моя песочница играю все тут такие песочницы в ванночки у меня тут грабельки лопаточки мешаю я здесь вот такую горку намешал отработанные грибные блоки торф агробал синий 250 литров агро перлит вот таких вот мешочках мешает все на глаз по формуле агро перли должен быть 20 процентов ну я приблизительно понимаю как это в общем подбираю различные пропорции играюсь здесь еще одно из моих увлечений верховина рига 16 вы просто чтоб подожди не стояли и иногда по чуть-чуть и все-таки хочу заниматься по вечерам хотя бы вчера и сегодня рассаживал кассеты это golden globe золотой шар туя шаровидной формы вот они крайние две штучки 2 литровые контейнеры в 3 литровые из кассеты так называемая ель 96 ячеек было у меня тут их 5 с лишним кассетной р-6 осталось две с половиной вот раз два еще пол кассеты здесь у меня глобоза а здесь брабан вот парочку брабантов отсадил там лежит крышечки вылазили наружу и парочку глобозы здесь у меня черенкуются по вовня войлочная каментоза вот здесь вот похуже пакетки результат похуже здесь и получше пакетик результат получше они были пораньше посажены за неделю наружу вторая неделя пошел те наблюдаю за корневыми бугорками как оттуда будут ли не будут вылазить корни то все будет буду мониторить показывать так что подписывайтесь на канал то не подписан ставьте колокольчик чтобы получать извещение новых видео это хозяйство мы накрываем кеде очень удобные их использую различных направлениях и под хранение те же вот запчастей запчасти здесь у нас днепр мт-9 здесь у нас лишь планета 2 а здесь вот кассеты отработаны там где ячейки остались молния с одной щас губерон там где ячейки остались там зачем ничего не посажено здесь такой пол задохли тоже пока еще не стал трогать думаю хай буду понаблюдать и вот вторую смарат 18 марта черенкова и это 18 марта черенкова середины марта по середине апреля самое оптимальное время для черенкования закрепить пакетики пакетиком тут тоже оставшийся задохлики смарат брал смарагда побольше это самая топовая позиция в принципе продажи пока ты меня только по ней вот это туя golden globe тоже задохлики остались на какие может еще будет чего-то санжил более-менее такое живучее уже отсюда пересадил так не хотел бы показать как я это делаю устанавливаем камеру на импровизированные штуки ведро с кирпичом и погнали учебу литровый контейнер девочка и лопатка выбираем растение получше цвету выбираем вот этого записи симпатичный и аккуратненько девочка как вилами доль стенки параллельно со стенками вот ее до самого дна углубляем чуть-чуть пальчиком в отверстие зло подавлю такими подрагивающими движениями аккуратненько вытрядки что у нас получилось у нас получилось вот она вилочка вот так вот корневая система то есть показатель поближе ничего пойдет пойдет-пойдет-пойдет-пойдет бывает получше бывают похуже я начинаю рассаживать самых лучших а эти оставляю на доращивание после чего как обычно контейнер заранее наполняет на две трети на туда что заболтался будь я наполнил контейнер на две трети после чего берем аккуратненько наш саженец и устанавливаем строго посерединке по высоте корневая шейка не заглубляется ни в коем случае и подсыпаем нашу почвенную смесь в данном случае это отработанные грибные блоки вешенки у нас они уже будут с лицами в симбиозе все грибы в симбиозе сделали они помогают напомню дубу для полноценного произрастания нужно 30 грибов грибов готово саженец готов после чего я ставлю сюда беру леечку и проливаю все это хозяйство готово по идее надо еще добавлять и давление осмоковки надо будет его прикупить но пока я начал применять вот такое удобрение какашки с подбарлеровочкой тоже думаю такие же таблеточки аккуратненькие в общем я аккуратненько их разламываю и сверху укладываю я подкармливал так бананы в предыдущие годы и другие растения очень даже получается эффект такого чайного пакетика при поливе этот сок как бы раствор насыщает почва смесь бактерии питаются этим соком выделяют свои какашки свои выделения которыми в свою очередь уже питаются сами растениями вот так вот в природе проходит симбиоз вот он мой такой халявная смокоть но это все равно такое временное решение эксперименты все равно будут заказывать и его 25000 мешочек стоит просто нету пока 25000 и так вложил в это дело уже хорошенькую кругленькую сумму но она того стоит первые продажи были сморок да я уже не скукаю то что 40 нара продал сморок контейнерная площадка у меня находится вот здесь вот здесь вот она моя контейнерная площадка это не мои туйки сто 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 семьдесят единиц в такой красоте с такими красивыми раритетами в такой компании трижисти тихонько сейчас пока сезон по саженцам на зимой будущее вот этим он заниматься зимой хорошо это тепло можно потихоньку барлеров отсюда выселил в сарай теперь теплица вот у нас по прямому назначению также планируется здесь вешать туманообразователи делать черенкователь туманный генератор в общем все по полной программе будем тут черенковать зимой ты его полном программе здесь будет у меня маточник и первый опыт как его цыплята мы занимаюсь можно самому купить инкубатор и вы сидите цыплята можно готово цыплят купить а можно подрощенных цыплят купить у кого сколько опыта денег и желания тут тут пути выбирают на всем будут закругляться дороге за внимание еще раз прошу подписаться на канал поставить лайк желаю всем всего доброго счастья здоровья пока пока